Такова ирония футбольной судьбы. Перед игрой против Шахтера 1 октября Артему Челединскому вручили награду как лучшему тренеру сентября. Спустя менее двух часов он с «Динамо» совершенно справедливо проиграл, а его визаве Алексей Бага таким образом перед паузами на матчу национальных команд ушел в качестве наставника горняков непобежденным. Три победы поочередно над «Энергетиком», «Неманом» и «Минским» «Динамо». Кажется, скоро мы совсем будем короновать Солигорск. Станислав Липский по-отечески подошел к своему репортажу о событиях в белорусском клубном футболе как молодой отец и с заботой к своему ремеслу. Вот этот момент самый яркий в белорусском футболе в минувший уикенд. Так оригинально и с улыбкой игроки Гомеля отпраздновали свой первый гол в поединке против Славии. Всего же их было три. 3-0 дружина Биончика победила и продолжила борьбу за медали чемпионата. Недостаточно эффективно начали, долго вкатывались. Может быть соперники недооценили, может быть какие-то еще обстоятельства мешались. Но, скажем так, что недостаточно активно, недостаточно хорошо. Ну, потом, скажем так, в дальнейшем достаточно хороший матч показали. Но центральное событие тура все же случилось днем ранее. В Минске «Динамо» принимала шахтер. В Челединске находка для команды заявляли в интервью нашей программе болельщики. Но больше всего аргументов по этому поводу предоставил Рогацевич Егор. Человек болеет за команду с 1978 года. Вы все могли его видеть в палатке, где продается атрибутика белосиних. Собстоятельный тренер, вдумчивый. Таким же был и игроком. И, в общем-то, это даже сказывается сейчас и на его поведении как тренера. То есть никогда не рубит с плеча, все проанализирует, сделает выводы, прислушивается к тем, чье мнение считает важным. Ну, по мне, так очень замечательный выбор как тренера. Приставка ИО должна уходить в таком? Конечно, однозначно. Челединский лучший тренер сентября по версии Федерации футбола претендовать на такой же титул в октябре можно было бы, если бы «Динамо» победила «Шахтер». Но тут не получилось. 1-2. Меньчане уступили, забив гол престижа на последних секундах встречи. Досаде тренера после игры не было предела, поэтому эксклюзивное интервью мы не получили. Ну, вы же сами понимаете, пропускать на первых минутах со стандарта, как говорится, сразу тяжело, потому что пропустили на первых минутах. Пошли, как бы, попытались взять мяч под контроль, начали получать контратаки, потому что знали, что надо забивать. Плюс ко всему было очень много невынужденных потерь, что я сказал ребятам в перерыве. А вот представители «Шахтера» были куда более словоохотливы. Сем Викторович Челядинский, как к нему относитесь? Как тренер, как вам он? «Динамо» в последнее время очень здорово выглядело. Я думаю, это его большая заслуга. И, в общем-то, он хорошо трудится. Не зря его Михаил Никифорович наградил, это раз. Во-вторых, много очков набирали, много голов забивали, играли комбинационно. Поэтому хорошо работает, только, могу сказать, хорошие слова нет. Для вас забивать «Динамо» – это как-то больше эмоционально, нежели обычно? Честно, изначально не планировал даже бурно как-то праздновать. Но просто в начале игры такой важный момент был, и поэтому чуть-чуть выплеснул эмоции. Но все равно с большим уважением отношусь к этому клубу, потому что провел довольно хороший год. Артем Челядинский – прекрасный тренер, на мой взгляд. Как вы его оцениваете, его работа? Вы со стороны смотрите? Вы футболист, вы профессионал? Ну, видно, даже по этой игре, что очень хорошая команда. И в плане контроля мяча, продвижения, не боятся играть в футбол, не бьют просто вперед, стараются искать эти моменты. И, да, наверное, по результату мы могли так поступить. На второй тайм они довольно хорошо нагнетали. И хорошо, что, ну, к сожалению, мы пропустили в конце. Хорошо, что раньше таких моментов особо не давали создавать. В этом сезоне насколько был сложный разговор, сложный момент после того, когда была серия неудач? Наверняка потеря золотых медалей – это будет катастрофа для Шахтера. Ну, сто процентов это будет катастрофа, но мы ни в коем случае этого не допустим. Первое, что можно сказать. Во-вторых, тут, я не знаю, можно даже про разговор какой-то не говорить. Мы просто сами внутри ощущали, что все идет совсем не так, как мы хотим. И что уже какое-то мастерство надо, наверное, чуть задвинуть, проявлять характер и даже на зубах набирать очки, чтобы не подпускать к себе конкурентов. И для нас, конечно, хорошо, что они тоже допускали осечки. Шахтер под руководством Баги побеждает в трех играх, до золота рукой подать. А вот за серебро и бронзу борьба обостряется, Рух побеждает Неман 1-0 и по дополнительным показателям выходит на третье место. Но не забываем, что и у Гомеля есть игра в запасе. Кто завоюет бронзу – вопрос интригующий. Все результаты тура на вашем экране. Добавим после международной паузы. Минская Динамо в гостях сыграет с Брестским Рухом. Эта игра запланирована на 17 октября. Эта игра запланирована на 17 октября.